Сеседа 55, Бытие 29, 15 Достаточно вчера показало нам начало путешествия праведника, как велико было его любомудрие, за которое он достоился от Бога, столь великого обетования. Далее, ободрившись он прошением у молитвы, которые вознес к Богу всяческих, доставил не менее поучение всем нам, если бы только мы захотели подвигнуться к подражанию добродетели праведника и подлинно дивиться надобно, как он, зная всемогущество обетовавшего и слыша от него столь великое обетование, при всем том решился просить невеликого и чрезвычайного чего-нибудь, но просил, как вчера вы слышали, только того, что могло быть ему достаточным для насущного пропитания, что могло служить ему для прикрытия тела. Дал еще обет посвятить Богу десятую часть всего, что он от него получит, если Бог дарует ему, как обещал возвратиться в землю свою. Во всем он выказывает свое благочестие, признает Бога подателем всех благ и научает нас Ему одному воздавать за все благодарение. Праведник, зная преизбыточество неизреченного человеколюбия Божия, и рассуждая о том по благодеяниям, оказанным отцу его, был уверен, что и ему Бог подаст многое изобилие, хотя он ничего из этого не просит у Господа и не позволяет себе даже упоминать о том в молитве. Однако обещанием посвятить Богу десятую долю всего показал, как твердо уповает он во всем на могущество обетовавшего. Для того и сам Бог, беседуя с ним, и говорит, я Бог Авраама, Исаака, отца твоего, не бойся. Размысли, говорит, что и патриарх пришел в эту землю странником, никому не ведомым, но достиг такой славы, что ныне о нем все говорят. Подумай об отце твоем, как он, родившийся от отца, в крайней старости, столько возвеличился, что стал предметом зависти для жителей страны этой. И ты ожидай того же, и отложив всякий страх, всякое беспокойство, продолжай свое путешествие. Рассуждая таким образом, праведник не смотрел на свое тогдашнее положение, потому что он ничего не имел у себя. Да и как мог иметь, будучи одинок и вынужден предпринять далекий путь? Но отчаянный веры, уже предусматривая свое будущее благосостояние, он показывает свойственную ему благопризнательность к Богу. Еще ничего не получив, он уже дает обет Богу, признавая обетование Господне вернее и самого обладания благами. Ведь не столько мы должны полагаться на то, что видим и что держим в своих руках, сколько на обетование Божие, хотя бы они и не в скором времени приходили в исполнение. Итак, праведник, получив великое одобрение от того, что было сказано ему Богом, отправился в путь. Да и как было ему не ободриться, когда он слышал такие слова? Бытие 28.15 Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Но, как я вчера говорил, размыслить здесь и о благопромыслительной премудрости Божией, и о великом терпении и благопризнательности праведника. После этих обетований он восстал и устремился в Харан, и опять совершает путь свой, как скиталец и странник. Но во всем видит к себе благоволение свыше, потому что человеколюбец Бог все предуготовлял для него на пути. Исполняя на деле свое обетование, тот, кто сказал, и я с тобой и сохраню тебя в пути, которым ты пойдешь, тот руководил и привел праведника к колодцу, где туземцы поили свои стада. Расспросив у них о Лаване, братья своей матери, и узнав о нем все, что нужно было, а потом увидел и самую дочь его, и стада, равно как и то, что жители того места не в состоянии были сдвинуть камень с колодца и напоить овец. Он подбежал и при помощи свыше сделал то, в чем бессильны были те, предупреждает Лавана в благодеяниях, напоив овец, которых посла Рахиль. Приветствовав девицу, сказала я себе, кто он и откуда пришел, он остался на месте. Но так как Бог все предуготовлял для праведника, то он и девицу возбудил бежать с великой поспешностью и возвестить об Якове своему отцу, который был брат его матери, рассказать об услуге, оказанной им, ей и стадам ее, и о том, что он не чужеземец, не неизвестный человек, но сын сестры, посмотри, возлюбленный, с какой тщательностью, как ясно божественное писание передает нам все это, изображая нам нравы древних и то усердие, которое оказывали они странно приимству. Чтобы показать усердие девице, писание не говорит просто, она пошла и рассказала отцу о случившемся, но побежала, говорит писание, выражая тем великую ее радость. Так же потом и о Лаване отце ее сказано, что как только услышал он это от дочери, тотчас побежал и сам навстречу Якову, и с любовью приветствовал его и ввел в дом свой. 588. Лаван, тщательно все узнав от Якова, сказал ему. Подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Яков целый месяц. Ты, говорит, как сын сестры моей, ничто иное, как плоть наша, ты брат наш. Как у себя дома жил праведник в безопасности и без всякой заботы. Между тем Бог, все устрояя к пользе праведника и во всем подавая ему свою помощь, возбудил расположение к нему в Лаване, и который, видя кротость Якова, сказал ему. Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? Заметь, что сам ничего не домогался. Лаван, единственно, сам от себя предлагает это праведнику. Видишь, как все благоуспешно бывает у того, кому помогает десница Божия. Хотя этот блаженный был доволен и тем только, что получал ежедневное пропитание и за это был готовым много благодарен. Но так как он обнаруживал особенную кротость, то Лаван вызывается дать ему вознаграждение, какое он сам назначит. Что же праведник? Заметьте в этом случае, как велико было его благоразумие. И как, не имея вовсе желания собирать богатство, он не договаривался с Лаваном, как наемник какой-нибудь. И ничего другого не требует, напомня мать и заповедь отца и, показывая свою необычайную скромность, говорит Лавану. Яков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Я полюбил ее с первого раза, увидев при колодце». Примечая благомыслие этого мужа, сам себе назначает он и время работы, и в продолжении этого времени достаточно испытания своей скромности. Чему же ты дивишься, возлюбленный? Слышишь, что Яков обещал работать семь лет за любимую девицу, чтобы показать, как сильна любовь, сильно она уменьшала для него и труд, и продолжительность времени. Божественное Писание говорит, стих 20-й, «Служил Яков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Семь лет показались ему только немногими днями, по чрезвычайной любви его к девице. Если кто уязвлен страстью любви, то не смотрит ни на какие трудности. И как бы много ни было опасностей, какого бы рода ни были несчастья, все легко переносит, имея в виду только одно – исполнить свое желание. Послушаем это мы, беспечные, нерадивые, оказывающие великую неблагодарность пред Господом. Если этот праведник по любви к девице решился работать семь лет, переносить все трудности пастушеской жизни, и не чувствовал ни трудов, ни продолжительности времени, а все оказывалось для него легким и удобным, если он, питаясь надеждой получить желаемое, считал такое долгое время, как бы немногими днями, то какое оправдание будем иметь мы, не оказывая и подобной любви к нашему Господу, благодетелю, промыслителю, который все для нас, где представляется житейская выгода, там мы охотно решаемся терпеть все. Будет ли тот тяжкий труд или другое какое-либо затруднение, будет ли угрожать нам стыд или наказание временное и даже вечное. А для своего спасения, для того, чтобы приобрести себе благоволение свыше, мы слабы, нерадивы, расслаблены. Какое будет нам снисхождение, какое для нас оправдание в такой совершенной беспечности, когда не хотим показать Богу и такой любви, какую праведник имел к девице, и при том, когда видим столь великие благодеяния нам оказываемые и еще каждодневно неспосылаемые, мы так неблагодарны. Но не таков был праведник Павел. Он так пламенел духом, так горел любовью к Богу, что, выражаясь достойными своей души словами, сказал, «Кто разлучит нас от любви Божией?» Смотри, какая выразительность в этом изречении, какая сила господствующего чувства души, какая пламенная любовь, кто отлучит нас? То есть может ли быть что-нибудь такое, что лишило бы нас любви к Богу, видимое ли что-нибудь или невидимое? 590. «Желая и в подробности исчислить нам все случаи и показать всю неодолимую силу любви своих Господу, он присовокупляет еще и следующие слова. Скорбь, теснота или голод, гонение, нагота, и меч, о, душа, пламенеющая восторгом, которой есть мать смиренно-мудрия, какие напасти, говорит, могут удалить нас от любви к Богу? Скорби ли каждодневные? Никак. Тяжелое обстоятельство? Нет. Гонение? Нисколько. Что же? Голод? Нет. Опасности? Но что я говорю о голоде, наготе, об опасностях? Не меч ли? Но и смерть, говорит он, если бы мне угрожала, не сможет этого сделать. Все будет безуспешно, все бессильно. Никто другой не удостоился столько возлюбить Господа, как эта блаженная душа. Он говорит все так, как бы уже отрешился от тела, воспарил, так сказать, к небу, и уже не думает, что еще ходит по земле. Стремление к Богу и пламенная любовь к Нему переселили Его и ум от чувственного к духовному, от настоящего к будущему, от видимого к незримому. Такова-то вера и любовь к Богу. А чтобы видеть на самом деле Его благомыслие, посмотри, как Он, столько возлюбив Господа и пламенея в стремлении к Нему, в изгнании, в гонениях, в бичеваниях, перенося тысячи всяких ужасов, говорит о себе, что мы постоянно в трудах, в гонениях, безмерно в ранах. 2 Коринфянам 11.23 И, терпя все это, он еще радовался и веселился. Он знал и вполне убежден был, что временные труды ведут его к величайшим воздаяниям, что бедствие приготовляет для него венцы. Если Яков по любви к Рахиле считал 7 лет за несколько дней, то еще более все почитал за ничто блаженный Павел, однажды навсегда воспламенившись любовью к Богу и претерпевая все за Христа, которого возлюбил. Постараемся же, умоляя и мы, возлюбить Христа. Ничего другого Христос по его же изречению и не требует от тебя, как любви к нему от всего сердца и исполнения его заповедей. Кто любит его так, как должно любить, тот, конечно, старается уже и заповеди его соблюдать, потому что если кто искренне расположен к кому, то старается все делать, чем может привлечь к себе любовь возлюбленного. Таким образом и мы, если истинно возлюбим Господа, будем и заповеди его исполнять и не станем делать ничего такого, что может раздражить возлюбленного. Удостоится любить его искренне, и как должно это царство небесное, это вкушение блаженству, в этом благо неисчислимое. А наша любовь к нему будет искренна тогда, когда по любви к нему мы будем оказывать любовь и своим ближним. Ибо сказано 22.40. В этом все заповеди и пророки, то есть в том, чтобы возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всей крепости своей, всей мысли своей и своего ближнего, как самого себя, Матфея. Это главное из всех добродетелей, это основание всех заповедей Божьих. С любовью к Богу сама собой соединяется и любовь к ближнему, потому что кто любит Бога, тот не будет придирать брата своего, не будет предпочитать богатство своему сочлену, но будет делать ему всякое добро, воспоминая о том, кто сказал, сделавший сие одному из меньших сих братьев моих, сделал мне, помышляя, что услуги, оказанные ближнему, сам Господь всячески их усвояет себе, он будет делать все с великим усердием, покажет в милосердии всю свою щедрость, взирая не на убожество, являющегося к нему человека, а на величие того, кто сделанное для убогих, обещает усвоить себе самому. Не оставим же без внимания, прошу вас, этой пользы душ наших, этого врачевства для язв наших. Это врачество окажет нам наиболее пользы. Оно так закроет раны души нашей, что не останется никакого следа, никакого знака их. По отношению к телесным ранам это невозможно, потому что хотя бы тысячи лекарств, составленных врачами, приложил кто-либо к своей ране, непременно остается на теле рубец. И это так должно быть. По елику тут врачуется тело. Но здесь, когда врачуется душа, то всякий, если окажет собственное доброе расположение, испытывает большую перемену к лучшему. Все струпы исчезают, как прах от сильного ветра. Священное Писание преисполнено такими примерами. Так блаженный Павел из гонителя сделался апостолом, и тот, кто сперва разрушал церковь, потом стал ее невестоводителем. Писот девяносто два. Видишь, какая решительная перемена! Видишь, какое необычайное преобразование! Так и разбойник, совершивший бесчисленные убийства, в одно мгновение немногими словами очистил все свои грехи. Так что услышал от Господа, «Ныне же будешь со мною в раю!» Так и мытарь, бивший перси свои, исповедавший свои согрешения, вышел более оправдан, нежели фарисей. Каждый из этих людей показал в себе доброе расположение души, исповедал прежние свои грехопадения, и таким образом получил прощение. Рассмотрим же значение этой заповеди и то, какую великую силу имеет щедрая милостыня, чтобы, узнав пользу, проистекающую от нее, мы тем охотнее раздавали ее. Она даже так плодотворна, что не только очищает грехи, но отгоняет и самую смерть. Я скажу, как это. Кто говорит, что раздавая милостыню, стал выше смерти? Мы видим, как все остаются под властью смерти. Не беспокойся, возлюбленный, а узнай из самых опытов, как сила милостыни побеждала и могущество смерти. Была одна женщина, Тавифа, имя, которое по переводу значит «серна». Она каждый день занималась только тем, что раздавала милостыни, и через то собирала себе богатство. Она одевала, как говорит в писании вдовице, оказывала им и всякое другое пособие. Случилось, что заболев, она умерла. Посмотри же теперь, возлюбленный, как облагодетельствованные ею и ею одетые в свою очередь вознаградили свою благотворительницу. Они предстали апостолу, показывали ему, как говорит писание, самые одежды и все, что делало для них серно при жизни своей. Призывали снова к себе свою кормилицу, проливая слезы и тем преклоняя апостола к состраданию. Что же блаженный Петр? Преклонив колено, сказано, помолился, и, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань! Она же открыла глаза, увидела Петра, села, подал ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовицы, поставил ее живою. Видишь ли могущество апостола, или лучше действующего в нем Господа? Видишь ли, какое было и в настоящем веке воздаяние за благодеяние вдовицы? Да и что сделала она для вдовиц в такой степени, в какой они ей воздали? Она доставляла ими одежду и пропитание, а они возвратили ей жизнь. И отогнали от нее смерть, или точнее не они, а человеколюбивый наш Господь из-за попечения о них. Видите силу духовного врачества возлюбленная? Приготовим же его себе все, оно недорого, хотя имеет столь великую силу, оно даже очень дешево и не требует больших издержек, потому что важность милостыни ценится не по множеству раздаваемых денег, а по усердии подающих. И подавший чашу холодной воды, и положивший две лепты одобрены, дабы мы знали, что Господь всяческих во всяком случае требует только чистого намерения. Часто бывает, что и небогатый показывает великую щедрость в милостыне, когда бывает полное усердие и, наоборот, много стяжавший, оказывается хуже имеющих немногое паскудости своего расположения. Итак, убеждаю вас душевной щедростью, отдадим нуждающимся то, что есть, что даровал нам Господь, то самое, что Он дал нам, отдадим Ему обратно, чтобы таким образом снова получить свое с большим приращением. Он так щедродателен, что, принимая от нас свои же дары, не считает, что получает свою собственность, но обещает возвратить нам их еще с большей щедростью, если только мы захотим проявить свою готовность и будем так раздавать свое добро бедным, как бы передавали его самому Богу, зная, что десница Божия возвратит нам не только полученное от нас, но дарует еще в большей мере, так как она всегда и во всем являет свою щедрость. И что я говорю, воздаст снова еще в большей мере. Рука та воздает не только это, но вместе с этим дарует и Царство Небесное, прославляет, увенчивает, дает бесчисленные блага, если мы пожертвуем, хотя нечто, немного из того, что дано нам ею, да и тяжкого или обременительного чего-нибудь требует от нас Господь. Он хочет, чтобы мы избыток сверх необходимого сделали для себя пригодным, чтобы мы сами хорошо распределили то, что понапрасну и без нужды лежит в наших кладовых, дабы это послужило поводом для него к дарованию нам светлого венца. Он поспешает сам и понуждает нас и все делает и направляет к тому, чтобы удостоить нас обещанных им самим благ. Итак, не лишим себя, умоляясь столь великих благ. Если трудящаяся над возделанной земли истощает свои запасы, бросая семена в землю, и прежде собранная, рассеивая и делает это с удовольствием, утешая себя надеждой получить большее, и притом зная, как часто обманывают ожидания их и перемена погоды, и бесплодие почвы, и разные другие обстоятельства, или множество саранчи, или нападения зловредной росы, и однако, питаясь добрыми надеждами, вверяя в земле то, что было собрано в житнице, то тем более нам следует рассевать на пропитание нищих то, что просто лежит у нас. Здесь никогда нельзя обмануться в добром конце, и нельзя опасаться неудачи, бывающие при возделывании земли. Расточил, сказано, раздал нищим, а послушай, что далее. Правда его пребывает вовек. Псалом 3.9. Вот удивительное расточение. Раздал в короткое время, и правда пребывает в нескончаемые веки. Может ли быть что-нибудь блажение этого? Этого и так умоляю, будем приобретать себе праведность, милостынюю, чтобы и о нас достойно могло быть сказано. Они расточили, дали убогим, и правда их пребывает вовек века. Поскольку сказано, расточил, раздал, то чтобы не подумал, будто расточение погибает тотчас и прибавлено, правда его пребывает вовек века. То есть, после расточения временных сокровищ остается правда нерасточимая, простирающаяся на всю вечность и никогда не оканчивающаяся. А вместе с милосердием приложим усердное попечение и о других добродетелях. Укротим страсти плотские, изгоним из души свои всякое пожелание непотребное, всякое злое помышление, гнев, ярость, зависть и украсим всем благообразие души, чтобы, приобретшись светлую и блестающую душевную красоту, привлечь к себе владыку небесного. И он благоволел сотворить в нас обитель себе, а он, где только узрит душу благообразную, немедленно туда приходит. Он сам сказал, на кого возрю? На кроткого, молчаливого, смиренного и трепещущего пред словом моим. Видишь, что он сам указывает нам все духовные украшения, могущие сделать светлым душевное благообразие. Исайя 66.2 На кроткого, молчаливого, смиренного, а затем присовокупляет и то, отчего все другие добродетели происходят, и трепещущего пред словом моим. Что это, трепещущего пред словом моим? Значит, такого человека, который в самых делах своих показывает повиновение заповедям Божиим, как и в другом месте сказано, блажен муж, который боится из благоговения. И мы, когда видим, что слуга наш исполняет наши приказания с великим чьянием, со страхом и трепетом, оказываем ему более благоволение и благорасположение, а гораздо более окажет нам милости благий Господь наш. Поэтому он и сказал, возрю на кроткого, молчаливого и трепещущего словес моих. Итак, будем трепетать слов его и со всяким страхом исполнять их. А слова его – это заповеди, данные нам от него. Знает, что ему угодно, что приятно, то и будем делать. И постараемся быть такими, оказывать послушание безмолвное, кротость, смирение с великим благоговением и страхом, исполняя все его заповеди, чтобы он, влады костяческих, приняв доброе расположение наших намерений и будучи доволен нашим послушанием, благоволил презреть на нас. Если он благоволит сделать это, то приведет нас в состояние совершенной безопасности. Возрю, говорит он, то есть удостою своего попечения, простру руку, во всем помогу в изобилии и залью щедроты свои. Будем же, умоляю, делать все это, чтобы воззрел владыка и на нас, чтобы могли мы настоящую жизнь провести беспечально и будущих благ достигнуть. Благодати и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.